Всем привет, с вами видеоблог War Story, я Алексей. Сегодня у нас с вами будет обзор вещей, которые представлены на аукционе, который в пятницу пройдет. Мы с вами в видео зафиксируем предметы, и потом в дальнейшем этот материал также будем использовать при создании более таких серьезных историчных видео, которые я делал, например, по подводникам, по военно-морским другим знаком, по знаком пилота и десантника. Но сейчас мы просто пройдемся по предметам, я расскажу критерии награждения, что за вещи и примерно какие разновидности были. Я думаю, для многих это видео будет интересно. Флеристика – это стык истории и коллекционирования. Мы понимаем, что каждый предмет, каждая металлическая деталь имеет отношение к какому-то историческому событию. Но часто бывают люди собирают непосредственно знаки и знаки на первом месте, нежели какой-то исторический момент. Я бы хотел это недоразумение исключить из нашего хобби, потому что всегда, когда мы смотрим на предметы, хочется знать, кому они вручались, за что они вручались и так далее, для того, чтобы конкретизировать вот это самое историческое событие, к которому мы имеем отношение, когда берем тот или иной знак в руки. Давайте начнем с вами с армейского, с пехотного знака. Это знак, так называемый, пехотник за атаку. И их здесь сейчас у меня на столе две штуки. Это знак в серебре и знак в бронзе. Две степени. Они были учреждены в разное время, хотя имеют один и тот же дизайн. Отличаются только вот немножко цветом. А иногда даже цветом не отличаются, если цинковый знак, с него облетело все покрытие. Это только с обратной стороны, по сути, по фурнитуре. Только можно отличить бронзовый от знака в серебре. После начала Второй мировой войны в конце 1939, а именно 20 декабря 1939 года, был учрежден этот знак. Как солдатская награда, как армейская награда для пехотных подразделений за участие в штурмовых атаках и за отражение контратак. Изначально знак был учрежден только в серебре, но так как моторизированные части использовались все чаще во время боевых действий, 1 июня 1940 года этот знак был принят к ношению для военнослужащих моторизированных частей пехотных полков вермахта. Если мы посмотрим критерии награждения, я предлагаю книгу с вами открыть. Недавно я буквально купил Infantry Assault Bages. Это книга как раз про вот такие вот пехотники. Саша Вебер хороший автор и возможно я еще какое-то количество даже вот этих книг куплю, потому что меня уже про них спрашивали после стрима, после прямого эфира, когда я их там показал. Вот мы здесь видим вначально портрет генерала, с легкой руки которого эту награду очередили. И мы видим здесь критерии награждения в статье номер один. Это либо участие в трех атаках, либо участие в трех контратаках, при этом обязательно с оружием в руках. И обязательным условием должен был быть тот факт, что это было три разных эпизода наступления или контратак. Потому что нельзя было в один день, допустим, три раза сходить в атаку и получить этот знак. То есть это специально подчеркивалось. Для получения такого же знака в бронзе нужно было относиться к моторизированным подразделениям, как я уже и говорил. Но с июня 1940 года здесь в этой книге написано, что бронзовым знаком также награждали участников сражений, которые воевали в составе пулеметных расчетов, в составе расчетов артиллерийских орудий и в составе род противотанкистов. В том числе также им награждались еще и горные стрелки. То есть здесь вот критерии награждения в этой книге расписаны. Я думаю, что когда будет подробное видео именно по знакам по пехотным, мы с вами эту книгу полистаем поподробнее. И здесь много всего интересного. Кроме типов знаков, которых здесь огромное количество показано, мы также сможем еще с вами посмотреть, например, объявление из Униформенмаркт. Потому что такие знаки можно было покупать за личные средства в том числе. И, естественно, здесь еще после учреждения опять же у нас есть статьи с различными знаками, в том числе с пехотником. И можем с вами еще посмотреть, как вообще это все дело выдавалось, как это дело находилось. Вот, например, липштандарт Адольф Гитлер и коробка целая, так называемая контора со знаками, здесь вот в книге изображена. Все это дело мы сможем с вами более подробно посмотреть, потому что сейчас просто в проброс не хочется. Но даже сейчас мы уже с вами рассмотрели какие-то критерии, даже на какие-то подробности с вами ушли. Я хочу подробнее поизучать эту тему, опять же, потому что среди продавцов на форумах или где-то на каких-то площадках объявлений просто историческая часть этих знаков уделяет крайне мало внимания. Я считаю, что это несправедливо. Следующая группа знаков это у нас спортивные знаки или знаки ДРЛ. Это некий такой аналог нашего готов к труду и обороне. Здесь я специально положил и высветил сейчас эти три знака, потому что у нас есть три разновидности. Это ДРА, мы его можем отличить по отсутствию свастики. В этих вензелях сразу же тут же не разберешься, потому что не все увидели отличие вот этой надписи, последней буквы, здесь и здесь, к примеру. Но мы с вами видим, что надписи разные, но кроме того здесь еще и свастики нет, потому что это более ранний знак. Если мы с вами посмотрим на эти два знака, то мы увидим, что вот этот белый вензель, белая монограмма нам на что-то намекает. А это все потому, что здесь у нас знак не что иное, как для инвалидов. Степень, степень, которая вручалась людям с полученной уже инвалидностью. Если же мы посмотрим на вот этот знак, это классика в бронзе ДРЛ, но он редкий, он выполнен из цинка. Обычно они были выполнены из бунтметалла, но цинковые это такая в этом плане редкость. То есть из бунтметалла, то есть они вот примерно такой же вид имеют, если мы рассматриваем бронзовую степень. В 1913 году знак был учрежден именно как ДРА и в 1933 году он стал знаком ДРЛ, но свастика там появилась только в 1937 году. То есть буквально за год, например, до появления свастики на кортиках военно-морского флота Германии. Как я говорил, степеней было три, был в бронзе, в серебре и в золоте. Знак и критерии награждения зависели от возраста человека, который сдавал те или иные спортивные нормативы. Сейчас я показал просто три разновидности. Это ДРА, ДРЛ со свастикой стандартной и ДРЛ для инвалидов степень. Если же, например, расширять эту коллекцию, то здесь должно быть здесь и здесь еще тоже по три степени. Потому что изначально они шли в бронзе, собственно, вот такие же, в золоте, как для инвалидов, только вензель должен был быть тоже в золоте и, конечно же, еще в серебре. Итого, если расширить эту коллекцию, то получится семь знаков. Это будет такая тоже закрытая, изолированная коллекция, хотя и сейчас она такой является. По знакам ДРЛ и ДРА был однажды стрим у нас с Иваном, и мы показывали большое количество разновидностей. Я обязательно сделаю видео отдельное, как раз тоже по степеням, по всему. Следующий знак, который тоже на аукционе есть, я уже делал видео по его разновидностям. Вот вы сейчас видите кадры на своих экранах. Это знак пилота самолета, который был учрежден Германом Герингом в 1936 году. Для того, чтобы получить этот знак, нужно было закончить курсы пилотирования. Там налет составлял порядка 100 часов, и не только летчики Люфтваффе могли получить этот знак. То есть, после присоединения Австрии к Германии, также еще летчики других государств стали награждаться этим знаком по той причине, что они тоже подходили под критерии награждения. Вот этот налет 100-140 часов за 4-6 месяцев обучения. Кроме того, пилот мог сдать на уже такой более продвинутый уровень на знак пилота-наблюдателя при повышении своей квалификации, при сдаче более строгих нормативов. И знаки пилот-наблюдателя, они прям стоят сильно дороже. Если этот знак мы наблюдаем, это оригинальный знак, хороший, он в цинке. Мы видим какие-то такие точками утраты по нему, но зато эти утраты хорошо компенсированы ценой. В том плане, что, например, знак ОМ в коробке, который вы видите, он может стоить 2,5-3,5 тысячи долларов, евро. Это прям с одной стороны много, с другой стороны его очень проблематично найти в таком состоянии. Если же мы смотрим на, допустим, знак вот такой, либо Асман в алюминии, это с предыдущих аукционов был знак, он тоже очень дорогой. Здесь же, если мы видим, то за счет вот этой вот потертости покрытия, за счет вот этого цвета, плюс цинковый знак, он всегда подешевле стоит, вот если мы, например, рассматриваем пилота. И здесь будет цена порядка, по-моему, тысячи долларов с чем-то против двух или трех тысяч за знаки уже такие более серьезные в коллекционном плане. Поэтому здесь все-таки такая более выверенная цена-качество, потому что если человек хочет знак за тысячу долларов, но при этом бунт металл в минте, то, скорее всего, за эту цену он купит неоригинал или что-то леченое, плохое с проблемами. Если же что-то честное по своему прайсу, то это будет вот такой знак. Следующий знак у нас Юнкер, знак пилота планера. Знак этот был учрежден 16 декабря 1940 года и вручался всем успешно окончившим курсы управления планером. И вы знаете, этот знак у меня четко ассоциируется с операцией от Тоскорцени по освобождению Муссолини 12 сентября 1943 года, когда, собственно, использовались планеры для этого. Либо вот с десантной операцией, тот же самый десант на Крит, когда точно так же использовались буксируемые планеры. Это достаточно редкий знак, он прям дорогой, там в районе 260 тысяч, по-моему, старт на этот знак. И вот я сейчас доволен, что он в руки попал ко мне, потому что достаточно сложно найти знак без ремонтов именно в классике Юнкер. И вот он есть, мы обязательно с вами тоже сделаем обзор более подробный. Я бы хотел еще и с техникой его сделать, потому что всегда десантные вещи, десантные моменты. Это что-то такое прям интересное. Поэтому здесь этот планер, это не те ребята, которые просто привыкли слушать шум воздуха шелестящего по обшивке, когда нету никакого двигателя, звука, ничего не сбивая. Знаете, то есть, как такой аналог парусника, только воздухоплавательного. Здесь это не что иное, как такая вот боевая настоящая десантная единица. Вот такой вот знак, поэтому мне прям вот он нравится. Я доволен, что он попал сейчас в руки. Прям вот берешь его, реально вот эту вот часть чувствуешь. Его бэкграунд такой исторический. И стоит отметить, что фотографии вот с этим знаком тоже очень редкие. Все потому, что знак сам по себе редкий. Их мало было, их мало вручалось, потому что, как и все такие вот вещи, десантные, около десантные, они прям редкие. Следующая группа знаков состоит сразу из нескольких объектов. Это у нас 4, 5, 6, 7 знаков или 6 знаков и значок. Это имперская ассоциация разведения лошадей. И мы видим, что эти знаки в разных степенях и на разные периоды. То есть мы здесь видим период в Веймерской Германии. И здесь видим период еще и на Третий Рейх. Здесь интересный момент в том, что у меня есть статья на немецком языке. Я хотел выпустить позже это видео. Но опять же, я хочу эти знаки покрутить перед аукционом, снять их перед аукционом. Потому что потом они просто от меня уедут. Но знаки интересны тем, что они, вот видите, есть с дубовыми листьями вокруг буквы Р, есть без дубовых листьев. Есть более ранние, есть более поздние. Послевоенные были выпуски еще. В основном в коллекционном мире принято их просто называть вот таким вот названием сухим, как знак имперского союза разведения лошадей. Но я считаю, что нужно внедриться побольше в историческую составляющую. И на рубеже 19-20 веков и в начале, в первой половине 20 века кони, лошади, это было очень важно, гораздо важнее, чем сейчас. Сейчас лошадьми занимается такой небольшой слой населения, как правило, обеспеченный, который может себе это позволить. Тогда же это был, можно сказать, стратегический ресурс государства. Потому что в случае чего лошади попадали под мобилизацию, их могли использовать в случае каких-то военных моментов. И, собственно, что и делалось во всех государствах. И в Германии очень много внимания тоже уделяли лошадям и с эстетической точки зрения, и с военной. Здесь буква R, как райтер. И вот здесь обратите внимание, кстати, райтер ферраин, по-моему. То есть это союз кавалеристов. Вот здесь вот мы видим как раз 1919 год. Это сразу после Первой мировой войны знак был выпущен. Так вот откроем коробочку и посмотрим вниз на реверс, то мы увидим с вами здесь клеймы. И эти клеймы как раз тоже помогают нам атрибутировать период. Потому что если мы здесь видим клеймо, например, с Берлином, то есть не только Нюрнберг, но и Нюрнберг-Берлин. Это значит, что знак 100% довоенный. Потому что после того, как Берлин был взят, после того, как война закончилась, та часть, где было представительство этой фирмы, ушла под советскую зону. И, собственно, там уже эта фирма не работала. Поэтому если есть Берлин, это такой один из признаков у фалеристов, что знак относится на нужный период. То есть знак не послевоенный. Берлина тут может и не быть. Потому что здесь есть знаки, которые только, например, Нюрнбергские. Тем не менее, просто вот этот Берлин, когда он есть, это вот такая дополнительная галочка, дополнительный моментик. Знаки еще с эмалями. Это тоже интересный момент. Потому что не так много эмалевых знаков было в Германии. Часто заказывались просто обычные штампованные металлические. Но все знаки имеют вот такой способ подвеса в пуговичную петлицу. Тут сразу коллекция подобралась. Их найти просто так в виде в каком-то разрозненном можно. Один, два, три знака. Но так, чтобы целиком подборка получилась, это достаточно проблематично. Ну и плюс еще тоже для многих такие знаки, это такой интересный момент с точки зрения, что, допустим, в семье кто-то может заниматься коневодством. У многих дочери занимаются, например, или жены. И люди как бы так тоже покупают, как такой интересный дополнительный момент. Потому что немецкая эстетика, она сюда распространилась и при этом не добавилась никакой идеологии. Хотя на самом деле идеология есть, потому что немецкие коневоды хотели вывести чистую расу лошадей. То есть, чтобы она была полностью белая, без индивидуальных особенностей и прочее, чем, собственно, занимались. И в том числе вот эти люди, которые это делали, тоже носили такие знаки. То есть, здесь можно, что называется, найти какие-то моменты исторические. Хорошо бы сделать видео по кавалеристам и вот кроме тоже вот таких вот знаков, показать еще и военную атрибутику. И в том числе военные сабли. Сабли, которые есть в одной очень хорошей московской коллекции. Там как раз есть несколько кавалерийских сабель, которые было бы очень круто отсмотреть. Не в формате, как вот они на выставке лежали, а прямо вот в формате поподробнее. Назовем это так. Они, кстати, эти сабли будут опубликованы в первом выпуске каталога коллекция War Story. Кстати, вот еще тоже один момент. Здесь такая прям вот булавка, видите, с таким бегунком. Это тоже миниатюра знака, который шел с растительным орнаментом по периметру. Поэтому такая интересная коллекция. Я хочу перевести по вот этим знакам статью из немецкого журнала. И, собственно, это можно будет еще раз посмотреть и эти кадры использовать вот в том обзоре. Так что не жалуйтесь, если будут показываться. Лучше так, чем если сейчас эти знаки уйдут и они не будут никак отсмотрены. Еще одна группа это тирольские знаки за стрельбу. Этот комплект отображает целый пласт культуры тирольцев. Мы знаем, что они являлись и прям гордились тем, что они крутые стрелки. Потому что жили в соответствующей области и с покон веков они этим занимались. Но к 1938 году их стрелковые ассоциации были разрознены и их было прям вот очень много. В 1938 году было принято решение объединить их, что называется, привести к общему знаменателю. Как и многие вещи, собственно, в Германии тогда приводились, как бы сжимались в единый кулак. И, собственно, в 1938 году новый гауляйтер Франц Хофер издал соответствующий указ. И в апреле 1938 года Франц Хофер, это был новый гауляйтер, поместил такой призыв к населению в китсбуэльских вестях. «Защитить тирольцев» звучала эта статья с такого призыва. «Идет перестройка всего стрелкового дела, однако мы не хотим торопить эту перестройку, которая, естественно, требует определенного времени. Тем временем мы хотим усердно заниматься в тире, чтобы быть готовыми поставить в строй нашего человека и сохранить проверенную временем репутацию тирольских стрелков». Поэтому я призываю все стрелковые гильдии Тироля начать стрельбы. Гильдии, которые намерены провести свободную стрельбу в ближайшее время, должны, конечно, представить письма в Тирольскую Федерацию Обороны для утверждения в соответствии с новыми обстоятельствами. То есть мы не забываем про бюрократию, конечно же, во время призывов к каким-нибудь активным действиям. Пока же путь службы в организации сухопутной стрелковой дивизии остается прежним. «Все запросы и материалы должны быть направлены в секретариат Тирольского государственного стрелкового союза в Инсбруке, загородный дом, комната 29». То есть это был призыв к тому, чтобы все, кто мог, начинали стрелять в тирах, готовиться и прочее. С одной стороны, это все звучит очень по-милитаристски, с другой стороны, все-таки нужно не забывать, что стрельба – это такое давнее, старое прям увлечение мужиков, которые собирались, сначала стреляли из чего-то не огнестрельного, а когда придумали огнестрельное оружие и сделали его доступным, мужики стали стрелять в тирах или где-то там по мишеням, по банкам или просто даже в воздух иногда, стали стрелять из всего, из чего только можно. В том числе и немцы – это у них часть тоже национальной идеи, часть национальной культуры, как и американцы, где в каждой области есть стрелковое ранчо, буквально там в доступности в 30 минутах езды от, пожалуй, любого большого города, а то и даже меньше. Вот иногда бывает больше этих стрелковых ранчо, потому что я, когда был в Америке, посещал, их действительно там много, это целая культура, заходишь в магазины, куча оружия везде, все причем можно потрогать, посмотреть и так далее. В Германии примерно такая же история была и до революции у нас тоже была такая же история, то есть были оружейные магазины, были стрелковые ассоциации. Концепция воспитания тирольских стрелков заключалась в том, что с 1938 года по 1944 год проводились постоянные праздники и фестивали, которые включали в себя в том числе и различные соревнования, различные стрельбы. И здесь мы видим такие как раз моменты, отражение всего этого дела. В кейсе мы видим знаки за стрельбу из кляин-калибр Гевера, это мелкашка, мелкокалиберная винтовка, Ландос Шиссон, это земельные стрельбы, а также еще мы видим степени как раз стрельбы, потому что тут есть дубовые ветви, здесь нет, тоже из мелкокалиберной винтовки. Кроме того, года разные, мы видим здесь 1939 год, 1942 год, вот у маленького знака 1943 год, у знака за стрельбу из пистолетов, а также еще 1944 год, тоже миниатюра, мелкашка, получается, тут здесь представлена сразу в нескольких вариациях. Поэтому тоже такая интересная коллекция, интересная подборка и интересный тоже такой исторический бэкграунд. Ну и плюс еще с точки зрения эстетики и, конечно же, состояния. Мне нравится тоже эта подборка, и вот уж хорошо, что получилось ее отснять. Такой обзор у нас сегодня получился, информации все-таки получилось немало, немножко о каждом и вышло. Вроде как интересно, если вам эта история понравилась, напишите обязательно в комментарии. Свой отзыв, если не понравилось, то тоже напишите, тоже буду его ждать и даже отвечу на него. Кстати, поступила интересная информация, сделал такое видео как раз с ответами подписчикам, просто сесть день на кухне с чайком и записать 40-минутную такую тираду, почитать комментарии, мне кажется, было бы любопытно. Что касается сегодняшнего обзора, уже в пятницу будет аукцион, уже через неделю вещи меня покинут, я доволен, что удалось их отснять, попробую отснять еще кое-что, из подборки, и потом в дальнейшем, чтобы это можно было использовать. Ну и, конечно, доволен тем, что сейчас, в наше непростое время, у меня получается брать материал подлинный, крутить его, показывать его вам, потому что иначе не было бы выставок, но сейчас выставки не проводятся, и вот этих традиционных видео с выставок нет. Но если Алексей в Арсторе не едет на выставку, значит выставка приезжает к Алексею. Я считаю, что это очень круто. Все, спасибо вам, что досмотрели это видео до конца, поделились им. Всем я вам желаю доброго вечера и увидимся. В следующих видео.